Любить свой родной край значит знать и уважать его традиции. Возродить древние обычаи коренных химальцев стараются работники городского ЗАГСа. Сегодня там в честь новобрачных, кроме привычного марша Миндельсона, звучали традиционные национальные напевы. На удивление главных виновников торжества, история создания их молодой семьи началась с таинственного обряда ненцев. Одну из первых молодоженов поздравила моя коллега Светлана Киэль. Еще недавно слова национальной идеи и национальной идентичности вызывали усмешку. Сегодня мы говорим об этом всерьез. Чтобы начать уважать себя, нужно научиться гордиться своей страной, в том числе своей малой родиной. Чтить и уважать традиции этой земли и его коренных народов. Об этом вел речь губернатор Дмитрий Кобылкин на расширенном совещании по межнациональным отношениям. Мы должны добиться того, чтобы основой общества стало уважительное отношение к культуре, образу жизни всех национальностей. Мы должны обеспечить единство, многообразие. В этом наше богатство и наше село. Сегодня, как никогда, особенно нужно начинать возрождать национальные традиции. И вот эта самобытность национальных культур, она не просто значима, она дает человеку план на всю жизнь. Вот как поступать, как относиться к родителям, как относиться к семье, как относиться вообще к тому, что окружает тебя. Сегодня для Кирилла Смолякова и Оксаны Чернукова важный в их жизни день. Они стоят на пороге образования новой ямальской семьи. Свадьбу молодожены играют по русским обычаям и традициям. Марш Медельсона, слова на путь своем молодым, крепкий поцелуй, как символ чистой любви и обручальные кольца, как знак единства и верности друг к другу. А еще традиционные атрибуты древнего немецкого обряда – очищение дымом. О значении каждого таинства молодым рассказала гостья, представшая в образе шаманки. Пройти жениху и невесте под воротами Бога и получить благословение уже навсегда от богов Ямала. Поддержим. Уважаемые гости могут проделать то же самое. Ну это необычно. Все эти благовония и боденцы. Это было очень неожиданно сначала. Очень неожиданно. Ну а вы верите, что действительно вы омылись от всего грязного, от всего нечистого? И что получили сам благословение от Бога? Надеются, да. Ну я думаю, это будет видно в дальнейшем. Посмотрим. Будем надеяться. Как говорится, на Бога надейся, а сам-то не плашай. Ну я надеюсь, что они получат благословение от Нума. И пройдя через северное сияние, божественный свет Нума, я думаю, они будут счастливы по-северному, по-настоящему. На Ямале живут представители 140 национальностей. Важно, чтобы все мы не просто помнили о своих корнях, но ощущали себя единым целым. Частью той земли, на которой живем и воспитываем наших детей. Сегодня молодожены прошли обряд очищения и получили благословение Бога Солнца. Бога, который когда-то помогал, защищал немцев, а теперь готов благословить на долгую счастливую жизнь русских, считающих себя ямальцами. Светлана Кельмак, Семячин, программа «Время местное».